Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 июля. Память святого апостола Акилы. Святой апостол Акилы, один из семидесяти, был учеником святого апостола Павла. И им был поставлен во епископа. Родом он был еврей из понтийской страны. До обращения христиан сожил вместе с женой своей при Скилой в Италии. Когда же кесарь Клавдий повелел евреям выселиться из Рима, Акилла с супругой ушел в Каринф. Причина же выселения евреев из Рима была следующая. Когда в Риме началось благовестие Христово, и сюда прибыл святой верховный апостол Петр, многие живших в Риме иудеев приняли святую веру во Христа, но многие оставались в неверии. Поэтому возник между иудеями большой спор. Одни признавали Христа истинным Мессией, другие отвергали Его и хулили. Неверующие иудеи, как в Иерусалиме и других странах, так и в Риме, со злобой восстали на верующих. Не вынося даже имени Иисуса Христа, они вооружали против верующих в Него еленов и везде возбуждали на них гонения. Те из еленов, которые обратились ко Христу, защищали верующих евреев от неверующих. И возникали между ними большие споры и вражда, о чем и довели до сведений Кесаря Клавдия. Так как верующими Господь Христос назывался Сыном Божиим и Царем Израильским, то Кесарь опасался, чтобы не возникло какого-нибудь спущения в народе, не появился какой-нибудь новый царь, не появился, желающий отнять от него власть. Поэтому и приказано было всех евреев и верующих во Христа и неверующих изгнать из Рима и всей Италии. Была еще и другая причина этого изгнания именно. Неверующие иудеи совратили в иудейцу царицу Агриппину, жену Клавдия. Вместе с изгоняемыми иудеями был изгнан и Акила, как еврей. Поселился он в Каринфе и питался здесь трудами рук своих, владея мастерством скинотворца или делателя палаток. В это время святой апостол Павел, проповедуя Христа между язычниками, пришел из Афин в Каринф, главный город Ахайи, и нашедший здесь Акил из Прескиллы остановился у них. Так как они знали одно мастерство, то вместе и занимались им. Научивший Акиллы и Прескиллы вере во Христа, Павел крестил их. Пробывши в Каринфе год и шесть месяцев, уча Слову Божию, и побеждая при содействии Христовым иудеев и язычников, Павел отплыл в Сирию. За ним, как же своим учителем и виновником спасения, последовали Акиллы и Прескиллы, сильно привязавшись к нему духовной любовью. С ними и другими своими последователями Павел пристал в Ефесе. Затем, желая на приближающийся праздник Пасхи быть в Иерусалиме, он Акилл с Прескиллой оставил в Ефесе для наставления ефесян в святой вере Христовой. А сам отправился в Иерусалим, обещаясь опять возвратиться в Ефес. После отшествия Павла прибыл Павел в Ефес, еврея Полос, родом из Александрии, муж красноречивый и сильный в книжном учении. Он был оглашен в пути к Господним, горячо проповедовал и учил о Господе, но крещение во Святую Троицу еще не принимал, зная только крещение Иоаннова. Акилл и Прескилла, услышавши в собрании смелые проповеди Аполлоса, пригласили его к себе и более определенно разъяснили ему путь Господень. После этого святой Павел возвратился из Иерусалима в Ефес и отсюда написал первое свое послание веровавшим во Христа Коринфянам, оканчивая его такими словами «Приветствует вас усердно Акилла и Прескилла с домашней их церковью, то есть со слугами своими». После этого умер царь Клавдий, и евреям снова возвращена была свобода жить в Риме. Каждый из них возвращался в Италию на прежнее свое место, к своему имению. Тогда и Акиллы с Прескиллой возвратились в Рим. Когда святой Павел пришел снова в Коринф и писал оттуда послание к кремлянам, то не забыл в нем послать приветствие своим любезным ученикам, говоря в последней главе так «Приветствуйте Прескиллу и Акилу сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою положили за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». В Риме святой Акиллы было недолгое время, и с женой своей пошел снова в Асию, будучи назначен епископом, и послан туда своим учителем апостолом Павлом на проповедь Слова Божия. Пришедшим в Ефес он помогал в трудах святому апостолу Тимофею, ученику апостола Павла, поставившего его епископом для ефесян, и оставившего его здесь, как он говорит, в первом своем послании к нему, писанному из Ладикии. «Отходя, Македония, я просил тебя прибыть в Ефесе». Впоследствии, когда святой апостол Павел, будучи гоним иерусалимскими иудеями, был приведен в связанный в оковах в Рим и писал отсюда второе послание к Тимофею в Ефес, то снова вспомнил об этих возлюбленных своих учениках, говоря «Приветствуй Прескилу и Акилу». Святой Акила, проповедуя Христа в Асии, Ахея и Иераклии, привел ко спасению великое множество душ человеческих, обративший язычников от идольского служения и крестивши, проходил он и по другим странам, проповедуя везде Царство Божие, просвещая святой верой, сокрушая идолов, воздвигая церкви и поставляя священников. Претерпевший немало напастей, он был убит неверными. По преданию вместе с женой своей, разделявшую с ним труды апостольского служения, проповедание Слова Божия. И обрел покой на небе с прочими святыми апостолами, по благодати Господа нашего Иисуса Христа, Которому восстылается слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok